Привет, друзья, привет, братья и сестры! Аслам алейкум и шалом! Так как я уже давно говорю не только для христиан. Друзья мои, мы сегодня будем говорить и обсуждать 11 главу Откровения. То есть какое-то время назад я вам загадал загадку. А непосредственно то, что же за два пророка, что это за метафора, а может быть не метафора, каким образом они убиваются. И для того, чтобы понять вообще, о чем я говорю, вы должны посмотреть урок «Два пророка». Чтобы, собственно, быть в курсе событий. Но сегодня слишком хороший субботний день, чтобы его потратить впустую, просто на прогулки. Поэтому я решил вас долго не мучить и порассуждать с вами. А именно порассуждать, потому что данной информации в Библии нет, как вы понимаете. Все, о чем говорит Библия, это то, что пророков убьют в неком городе, который называется Содом и Египет. Город Содом и Египет. Вы карту открывали? Есть такой город вообще? Но, опять же, вы умудряетесь это толковать, что уже хорошо, да? По крайней мере, кто-то пытается. А в отличие от тех, кто вообще не пытается, да? В этом задача в том числе, да? Это и есть общение с Господом Богом. Попытки найти ответы на вопросы, которых нет. Да? Так же, как Содом и Гамора, все преподающие Библию и вообще люди по всей земле считают, что это, как бы, про меньшинство речь идет. А речь там вообще не о меньшинствах. Посмотрите Содом и Гамора, вы поймете, о чем там речь. Но мы к этому вопросу еще вернемся, так как сегодняшний урок, он связан с Содомом и Гаморой, как вы понимаете, да? Но каждый из вас, мы все знаем, что Господь был распят в Израиле, а не в Содоме и не в Египте, да? Но Библия же говорит о том, что двух пророков убьют в Содоме и Египте. Это тот город, где Господь наш был распят, да? Давайте разбираться. Собственно, загадав вам эту загадку, да, я вам уже дал подсказку в том, что я давно говорю об этом, да, чтобы понять, что это метафора, да, означает уже, давайте, раз я начинаю открывать вам, загадку расшифровывать, это метафора, да? Но опять же, версии на этот счет были основных две, да? То есть это Ветхий и Новый Завет, два пророка, да, речь о двух пророках. И вторая группа людей считает, что это два пророка, ну, реальных два человека, да? И то, и то правда, как я уже сказал, собственно, в уроке «Два пророка». В каком смысле это правда? В таком, что Библия, это уникальная книга, как вы понимаете, на все времена и народы. И правильно то, да, что речь идет о Ветхом и Новом Завете. И правильно то, что два пророка появились. Да, опять же, я объяснял это в уроке «Два пророка», но повторю, да, то есть я посланник от Иисуса Христа. Предупредите вас о последнем времени. То есть я живой человек, я являюсь пророком в данный момент. Потому что я пришел сюда, в том числе, и научить вас, как сказал Иисус Христос. Я многое должен вам сказать. Но теперь вы не вместите в сегород. Когда же придет Дух, открывающий истину о Боге, Он наставит вас на истину. Он будет говорить не от Себя, а скажет, что услышит, и возвестит вам будущее. Он прославит меня, потому что возвестит вам мои слова. «Все, что имеет Отец мой, есть мое». Да, то есть один пророк. А для мусульман я пророк Аиса, который пришел сообщить мусульманам о том, что судный час за углом, и я для них являюсь большим вторым знамением. Да, то есть знамение вы можете видеть вот в этом уроке. Посмотрите его внимательно, там все показано и рассказано. Подробно и уже очень давно. Вот, считайте, второй пророк. Потому что это две основных религии, которые вот сейчас вошли по всей земле. Да, и вот это одна треть иудеев, которая присоединится к нам, то есть она уже будет христианами. Да, но получается две религии так или иначе, потому что христианство и ислам – это два брата одной семьи. Старший брат попадает домой через Иисуса Христа, младший брат у него прямой путь к Отцу Небесному. Ко Всевышнему, Создателю, говорите языком Корана. Это понятно, да? То есть, опять же, исчезновение, физическое исчезновение пророка, да, или двух пророков, опять же, я повторяю, что не исключено, что в садах есть тоже вестник Божий в данный момент, потому что Иисус Христос в том числе говорил о том, что я послал их в мир так же, как Ты послал меня в мир. Из-за них я посвящаю себя Тебе, чтобы они были истинно преданы Тебе. Да, из чего мы можем понимать, что я не один такой могу тут быть, но я один, кому Господь Иисус Христос открыл притчи Корана и Библии, метафоры, наоборот, притчи-метафоры и притчи Библии и метафоры Корана. Да, в этом смысле я один. Но, опять же, повторяю, да, если меня вдруг будет сварить кто-то, понимающий английский язык, есть сайт под названием Sword of God. Этот человек говорит невероятные вещи. Он приводит таблицы, даты, там, львы, рыбы, звери, в общем. Да, но для того, чтобы передать эту информацию вам, мне самому во многом там нужно разобраться. Иисус, распятый на кресте, это картина, которую очень сложно представить. Он был предан другом, арестован и отправлен на смерть. Его били и над ним издевались, хвостая плетью. Терновый винет был сжат в его голову. Неся крест, он упал, но он встал и продолжал идти вверх, на Голгофу. С каждым шагом ситуация становилась все хуже. Люди плевали в него и злословили. Но Иисус ни разу не оглянулся назад. Он продолжал идти. И Иисус мог в любой момент бросить его крест. Он мог в любой момент обратиться к своему отцу, чтобы тот послал ангелов, которые бы сожгли всю землю и спасли его. Но Иисус не был заинтересован в спасении самого себя. Его миссия заключалась в том, чтобы спасти тебя. Все, до самых мелких деталей, от его рождения, до момента распятия, это был план Господа вернуть тебя назад к Нему. Никто из нас несовершенен. Каждый из нас совершает ошибки и принимает неправильные решения. И никого из нас с детства не обучают быть злым и эгоистым. Мы сами становимся такими. У большинства из нас множество скрытых грехов. Но на кресте, где его кровь, Библия говорит нам, что омыл он грехи наши, своей святой кровью, которая была вбита в крест. И кровью Иисуса покрыты все скрытые грехи. И его кровь – это наш билет. Билет для новой двери внутри нас. Дверь к нашим новым отношениям с Господом навечно. И что же мы должны сделать с этой отличной новостью? Библия говорит, если ты произнесешь, что Иисус твой Бог, и уверуешь в сердце, Господь вознесет тебя после смерти, и ты будешь спасен. Обратите внимание, верить в душе этого недостаточно. Ты должен верить всем сердцем. Сейчас это только один человек перед крестом. Это ты. Что ты скажешь Иисусу? Скажи спасибо, Иисус, что поделился кровью со мной. Сегодня я отдаю тебе свое сердце. Я верю в то, что ты умер за меня, и ты воскрес ради меня. Пожалуйста, дай мне новое сердце и новую жизнь. Прямо сейчас Бог слышит тебя и отвечает на твои молитвы. Любовь Бога была вложена в наши сердца. Его Духом Святим. Вот таким образом Отец Небесный познакомил меня с этим человеком еще в начале апреля. Я перевел видео, сделанное им, и оно выложено у меня отдельным видео на моем канале. И даже благодаря этому видео очевидно, от кого человек пришел. Но если вы пройдете на его канал и послушаете, о чем он говорит, вы убедитесь в том, что через него говорит Бог. Ну так вот, физическое нахождение на нашей планете пророка или двух пророков, оно никакого значения не имеет. Да, поэтому вот эта метафора по поводу убили двух пророков, она и есть метафора. По какой причине их убивают, вот я вам сейчас буду это объяснять. Посмотрите, Содом и Гамора, мы знаем, да, что это прообраз второго пришествия. То есть два ангела, это Библия и Коран. Два ангела, которые принесли эти книги. Да, то есть Коран, он так и поясняет, что Аиса, пророк Аиса, второй раз, ну, кем являюсь я, он должен спуститься на крыльях двух ангелов, что есть Коран и Библия. Потому что еще раз, эти две религии, они в каждом селе, на каждых выселках, да, они вместе, и мусульмане, и христиане живут в одном подъезде, на одном этаже соседей. И здесь очень важно повторить, что я не пытаюсь сказать то, что я Иисус Христос, я глаз, пьющего в пустыне, через которого говорит Иисус Христос. И теперь посмотрите, вот эти два ангела выводят из Содома Лота и его семью. То есть в данный момент два ангела это олицетворение Коран и Библия, да, то есть христианство и ислам, и в виде Лота из Содома выходит, потому что Лот также есть и в Коране. То есть что получается в данный момент? В данный момент два ангела это Коран и Библия, и Лота как раз таки олицетворяю я в данный момент. Так же, как и этот человек, является Лотом в данный момент для американцев. Так же, как все эти люди, о которых я вам говорю в уроке «Молноеносный ответ», «Начертание зверя», все эти люди являются лотом для тех людей, которые их слушают и понимают. То, что наша человеческая история, как физических тел, она подходит к концу. И моя семья – это все, кто услышал. Да, все, кто вышел из будницы. Как, опять же, я же миллион раз говорил о том, что один человек – это олицетворение вот этой категории людей. То есть, с кем я сейчас общаюсь, я понимаю, что мы по всем категориям и прошлись. Поэтому, опять же, вот эти какие-то комментарии непонятные на тему того, что «ааа, сколько у тебя просмотров, сколько у тебя подписчиков». Я еще раз повторяю, что у Лота подписчиков не было, у Ноя подписчиков не было. Иисус пришел, говорил с 12 учениками, за счет чего он говорил всему человечеству. Да, а в момент его распятия возле него была только его матерь, апостол Иоанн и Мария Магдалена. То есть, как бы, никаких подписчиков и просмотров у него не было. Зато благодаря ему мы имеем сейчас Библию. Да, и он открыл рот рыбе второй. Первый был креститель Иоанн. Да, и оба мы были голоса вопиющего в пустыне, с которых пришел он. То есть, в этот раз ничего не изменится, Господь неизменчив. Возвращаемся к убийствам двух пророков. Мы понимаем, что Содом и Гамора были сожжены, потому что там был блуд, разврат. А еще раз повторяю, да, в уроке «Крестное знамение», да, когда я перечисляю, каким образом бы можно ступить на территорию Сатаны, да, с помощью Вудуга, да, ну, короче, вот этой всей чертовщины. А в конце говорю о том, что на территорию Сатаны можно легко ступить, сказав просто «Да, я готов идти с тобой, дьявол», да. То есть, если вы говорите это и молитесь ему, вы уже автоматически туда и относитесь. То есть, вы также должны понимать, что Содом и Гамора были сожжены из-за блуда. Ну, то есть, из какого блуда? Это беспорядочный половой секс, это самое, нельзя сказать, безобидное. Но вы сейчас поймете, да, впервес с чем. То есть, если вы в поисках и каждый день с новым человеком, это уже беспорядочные половые связи, да. В поисках можно сидеть дома и искать, и встречаться где-то периодически. Но многие знают, для многих будет сюрприз, да, существуют свингер-клубы по пять этажей, где тысячи и тысячи и тысячи людей собираются, и вот это все происходит там ночами, и это все круглые сутки работает. Я, честно говорю, в таких я не принимал участие, но я знаю, что они есть, особенно Германия, и это любят. Все знают, да? Ну, все знают, кто знает. Вот, поэтому, особенно меньшинство, да, то есть, именно поэтому Содом и Гамора, там были упомянутые меньшинства, да. Но дело не в них, потому что вы прекрасно понимаете, что и натуральные семьи, и просто натуральные люди, да, собственно, на этом сегодня и сфокусирован урок. О том, что какая-то садомия творится в обычных семьях, когда, ну, свингер-клубы, да, то есть, пары и пары встречаются. То есть, ну, никак речь не о меньшинствах в Содом и Гаморе. Ну, так вот, то есть, мы понимаем, что Содом и Гамора – это блуд. Ну, прям блуд, караул который. В чем проблема блудства? В чем проблема мужеложества? В чем проблема измен и так далее, да? Да, проблема в том, что когда ты начинаешь в это играть, ты заигрываешься в это. А это ход сатаны, да, одной пешкой какой-то, скажем так, на вот этой большой доске игровой, там пешка такая под названием блуд. Вот. А эта пешка проникает в сердце и убивает любовь. Вот и все. Казалось бы, да? Вот. Так что уходите от этого тоже. Не убивайте любовь в себе. И вот поэтому нам на земле и были даны, да, вот эти семейные ячейки и прочее, прочее, прочее. Смысл в этом. Вот и все. А когда вас убивает любовь, вас проникают демоны, все остальные. И ваша жизнь идет по наклонной. Это то, о чем я говорю в самом первом фильме «Мессия или кукушка». Да, эпизод первый. То есть, что не кукушка, я уже выяснил давно, для кого-то я так ей и останусь, поэтому, ну, это не суть, важно. А для тех, кто понимает, кто знаком с Господом Богом, да, кто знает, что духовная борьба идет, что скоро время великой скорби, слушайте меня внимательно. И теперь посмотрите, что происходит у нас. Что происходит вообще в мире. То есть, вот эти нудистика, да, которая в Америке на радио, на радио, друзья мои, вдумайтесь, да, звучит песня про женский половой орган, который начинается на букву «П», пять букв, да, заканчивается на букву «А». Все поняли, да? Это песня, которая звучит по радио. Ну, то есть, клип идет соответствующий, и он доступен на Ютьюбе и везде. Ну, то есть, вам там и змей, и тигры, и на шпагат она села, ну, и набор слов этого музыкального шедевра, я думаю, вам перечислять не стоит. И люди смотрят, и танцуют, и ржут над этим, да, то есть, кто-то ржет, а кто-то не ржет, а кто-то фанатеет. Да, и мы понимаем, что все рекламные обложки, все щиты, то есть, люди напрямую уже раздетые, голые. Содом Гамора творится, вот об этом речь в Содом Гаморе. Только в Содом Гаморе был слышен вопль людей, чтобы Господь избавил, да, города от этих вот, вот от этого булуда, да, который уже выставлен на показ и невозможно обойти, да. А в наше время уже, по-моему, никто и не кричит. И вся эта история их поглощает, да, то есть, затягивает. Вот это и есть Содом, да? А что же тогда Египет? Египет – это то, о чем я говорил в уроках Моисей. Вы должны посмотреть урок Моисей, чтобы понять, о чем я говорю. Да, Египет олицетворяет собой вот эту всю черноту. Маги, ведьмы, вуду, шаманы, собственно, то, о чем и два последних урока, да. Начертание зверя и крестное знамение. То есть, об этом речь. Вот это и есть Египет. Темная сторона ритуалов, магов и так далее. И по какой причине они убивают пророков, да? То есть, они отвергают. Это две категории людей, да, которые, как мы понимаем, что они не услышат никогда. То есть, из блуда мало кто выйдет, да? Ну, а тем более уж выйти из лап сатаны – это, ну, практически нереально. Именно по этой причине таким образом они убивают пророков. То есть, они отвергают, да, где Иисус Христос был распят. Это означает ровно то, что многим из вас знакома такая метафора, что если вы, верующий человек, делаете какой-то грех, ну, в виде блуда, вы вбиваете еще один гвоздь Иисусу Христу, когда он висит на кресте. Вот в этом и суть этой метафоры. Ну, а здесь, как вы понимаете, все себя считают верующими. Все считают, что они с Господом Богом, потому что они купили и носят крестик. Но потом у них начинается Содома Гамора и Гадания. Но они по-прежнему себя считают детьми божьими. Понимаете, это ровно то, о чем я говорю в уроке «Поцелуй Иуды». Это ровно то, о чем я говорю в уроке «Поцелуй Иуды». Это и есть поцелуй этих людей, которые они дают Иисусу Христу. И так как Бог отвечает всем и всегда, соответственно, Он им отвечает, ответит уже очень скоро пламенным поцелуем. Доброе утро, добрый день и добрый вечер, в зависимости от того, в какой точке мира вы находитесь. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы подготовили доклад, который будет посвящен изменениям климата, не связанным с человеческой деятельностью, а обусловленным геодинамическими процессами, происходящими в недрах Земли. Мы — это ученые из разных стран, которые проводят междисциплинарное исследование процессов в недрах планеты. Это и специалисты в геологии, геофизике, вулканологии, климатологии, вулканологии, астрофизике и десятках других направлений. Те, кто изучают ядро планеты, вулканы, землетрясения, космические лучи, геологические циклы. Мы — это международный коллектив волонтёров, кто на протяжении многих лет производит мониторинг и анализирует информацию об изменении климата. Мы расскажем то, что не афишируют. Эти факты не просто не договаривают, от них отводят глаза, чтобы не вызывать панику в обществу. Мы это понимаем. В то же время подобное замалчивание опасно, так как грозит бездействие в решении жизненно важных вопросов. Мы здесь, чтобы предоставить вам факты, которые вы сами можете перепроверить. Занимаясь анализом климатических событий в течение многих лет, мы порой сталкивались со скепсисами людей, рассуждающих, что, возможно, сейчас происходит естественное потепление, которое было всегда много раз. Или же кто-то говорит, у нас всё хорошо, наш регион это точно не заденет. Ещё в прошлом году многие так говорили. Но не в этом. Этот год вскрыл реальный глобальный масштаб планетарного климатического кризиса, о котором мы предупреждали ещё 10 лет назад. Давайте начнём с того, что вспомним, что произошло с климатом в 2022 году. То есть это трёхчасовое научное видео, которое предоставляет всяческие факты, собранные по всему миру. Но так как мы здесь с вами обсуждаем Библию и Судный день, поэтому мы сфокусируемся непосредственно на этой информации. В этом коротком видео мы показали только малую часть огромного количества климатических катастроф, которые произошли за 9 месяцев этого года. Но по-настоящему страшно то, что ждёт нас дальше. Огромный магматический очаг Мэри Бёрд. Именно от него идёт повышенный тепловой поток из недр и активизируется вулкан. Океан — источник жизни. Как всей планеты, так и нас, людей. Но он перестаёт быть источником жизни. Ещё чуть-чуть, и он станет источником нашей смерти. Вдумайтесь. Всего за 30 лет потепление океана увеличилось на 450%. По оценкам учёных, для того, чтобы океан нагревался с такой скоростью, как сейчас, необходимо столько энергии, сколько выделиться, если каждую секунду в течение года взрывать 7 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Самым страшным фактом является то, что океан нагревается не только на поверхности, но и на глубине. Группа исследователей из США обнаружила, что средние глубины океана за последние 60 лет нагрелись в 15 раз быстрее, чем за предыдущие 10 тысяч лет. И эта прогрессия нарастает с каждым годом всё быстрее. На данный момент в науке нет объяснения, откуда берётся такое количество тепла. Рассматриваются только теории нагрева океана от Солнца и от выбросов парникового газа СО2 человеком. Но эти причины могут объяснить нагрев только верхних слоёв океана на глубину до 200 метров, потому что солнечные лучи не проникают глубже. Максимально нагреться от Солнца вода может до 700 метров в результате перемешивания. Как же объяснить многочисленные факты прогрева глубинных слоёв океана? Вдумайтесь, сколько нужно энергии, чтобы прогреть такой объём воды, как Мировой океан? Примеры такого аномального нагрева мы уже видим всюду. Не только на дне, но и на поверхности. И когда магма доберётся до более плотных и толстых пород континентальной коры, которая в среднем в 2-3 раза толще океанической, тогда начнутся процессы каскадных извержений наземных вулканов. Смертельная угроза всё быстрее поднимается к поверхности Земли. Магма буквально пожирает литосферную плиту изнутри. За полгода она прошла 2 трети пути до поверхности. До катастрофического прорыва остаётся всего 5 километров толще пород. И это лишь один пример. Подобное происходит повсеместно. В последние десятилетия Земля скачкообразно ускоряет своё вращение. А значит, увеличивается центробежная сила. В результате в районе экватора планета расширяется и увеличивается в объёме. Это приводит к тому, что земная кора растрескивается, а геологические разломы активируются. В это время в недрах Земли с магмой происходят процессы, схожие с кавитацией крови. Кавитация крови во время кессонной болезни — это угрожающие жизни явления, известные водолазам при быстром всплытии на поверхность. Из-за резкого сброса давления растворённые в крови газы мгновенно высвобождаются и происходит как бы вскипание крови. В недрах Земли резкие сбросы давления связаны с мгновенным увеличением центробежных сил при скачкообразном ускорении вращения планеты. Это вызывает резкое устремление магмы к земной поверхности. Литосферные плиты разрушаются кавитационными микровзрывами активной газонасыщенной магмы, так же, как стенки сосудов с пененной кровью у водолаза. Этот процесс разгоняет сам себя, охватывая всё более глубокие слои мантии. Поэтому мы наблюдаем всё более мощные и глубокие землетрясения и сейсмические раи. Подтверждением того, что этот процесс увеличивается и ускоряется, может служить мощное двойное землетрясение на большой глубине в Перу. А распирание и усиление давления на земную кору за счёт кавитации магмы подстёгивает разрушительный процесс. Чем это грозит нам? Скоро мы увидим такую силу извержений и землетрясений, с которой ещё не сталкивалась наша цивилизация. И как вы понимаете, это не какое-то кино по телевизору, никакого Брюса Уиллиса и Уилла Смита не появится. И никакие Железные Человеки и Бэтмены эту планету не спасут. Каждые 24 тысячи лет катастрофы более разрушительны, так как Солнечная система становится ближе к излучению из центра Вселенной. Сейчас мы попадаем в эту точку ближнего взаимодействия. Планета доживает свои последние годы, а вместе с ней и мы, если будем бездействовать. Резкие климатические изменения происходят сейчас и на других планетах Солнечной системы. То есть причиной изменения климата является некое внешнее воздействие, повышенное излучение энергии, которое явно идёт из космоса. Свидетельством этому является то, что аналогичные процессы наблюдаются на всех планетах нашей системы. Мы входим в более опасный цикл катаклизмов 24 тысячи лет. При этом экология планеты убита и иммунитет планеты ослаблен. При том, что мы ещё даже не вошли в пиковый момент цикла, катастрофы и катаклизмы нарастают уже с ужасающей скоростью. В данном случае подземные бункеры не помогут. Они просто расплавятся, потому что магма поднимается снизу. И теперь ключевой вопрос нашего доклада. Сколько осталось времени до того, как случится катастрофа? Как вы видите, темпы роста сейсмической активности просто шокируют. На каждом следующем этапе количество землетрясений увеличивается в три раза. Если бы в такой прогрессии росли ваши доходы как предпринимателей, вы были бы самыми успешными бизнесменами. Но, к сожалению, это прогрессия нашего с вами конца. Чем больше будет происходить землетрясений, тем больше будет повышаться их магнитуда. И уже к 2028 году на Земле будет происходить тысяча разрушительных землетрясений в день. А в 2036 году будет происходить больше миллиона землетрясений в год. Что это, если не наш конец? Уже в 2028-м жизнь будет практически невыносимой. Это буквально через 6 лет. Только вдумайтесь. Вашей комфортной семейной жизни, вашему бизнесу, вашим планам через 6 лет конец. А в 2036 году конец всему человечеству. Вот так это трехчасовое видео выглядит на Ютубе. А теперь обратите внимание на дату. Это видео было опубликовано 13 дней назад. А вот это видео вышло еще в мае, в котором я вам сообщаю о том, что... Почему мы должны через это пройти? Да ровно потому, что мы встретим Иисуса живыми. И мы должны погрузиться в этот ад, чтобы потом попасть в рай. То есть просто воспринимайте этот период как зону турбулентности. Я вам дал все инструкции. Ремни у вас есть. Пристегиваться или нет, это ваше личное решение. Но я вас предупреждаю, что трясти будет сильно. Кто-то переломает ноги, много умрет. Поэтому пристегнитесь и услышьте то, о чем я говорю. Я через это прошел. Выжить возможно. Но это будет очень тяжело. Все 2000 лет. У нас были репетиции. Я пришел, кричу, уже трясу вас. Все, уже репетиции закончились. Шоу начинается. Опять же, я не пророчен. Я передаю вам, что написано в Библии. Для тех, кто не знает. Да, есть такое время благодати, которое должно когда-то закончиться. Оно заканчивается через год. Произойдет масштабный разрыв. Это неизбежно. Этот разрыв произойдет с вероятностью 99,9% в районе Марианской впадины. Именно там фиксируют глубокофокусные землетрясения. И именно там самая тонкая кора на планете. Всего 5 километров. Вначале, когда небольшое количество воды встретится с магмой, первый раз Корур прорвет магма, которая резко взорвется. Затем произойдет серия микровзрывов. Мы говорим микровзрывы, хотя по факту каждый из этих взрывов эквивалентен взрыву десятков ядерных бомб. Это разрушит тонкий слой коры под Марианской впадиной. Но дальше произойдет самое ужасное. Чтобы понять, что происходит дальше, покажем вам эксперимент. Видите, что произошло при встрече воды с раскаленным металлом? А теперь умножьте это в сотни миллиардов раз. Гигантский объем магмы из магматического плюма в одно мгновение разорвет Марианский желоб. И миллиарды кубометров воды встретятся с миллиардами кубометров магмы. За счет резкого распада океанической воды произойдет выброс кислорода и водорода под огромным давлением на дне Марианской впадины. Произойдет огромный взрыв. Этот взрыв будет в эквиваленте в тысячи раз превышать весь запас ядерного оружия, имеющегося на Земле. Под сильнейшим давлением океан не просто закипит, он взорвется. Это поднимет огромный столб пара, смешанного с пылью. Этот гигантский столб пара под огромным давлением устремится настолько высоко вверх, что прорвет нашу атмосферу. Атмосфера свернется подобно одеялу. Ее просто сдует солнечным ветром. То есть нашу атмосферу сметет в буквальном смысле слова. Со всей водной оболочкой. Также одновременно этот гигантский взрыв вызовет мощнейший гидроудар, направленный внутрь нашей планеты. Потому что 11 километров толщи воды в Марианской впадине это огромнейшее давление в точке, где произойдет взрыв. И это давление, в свою очередь, отразится на гидроударе. Произойдет мощнейшая взрывная волна, направленная в центр планеты, в магму, которая будет тангенциально расходиться. И это спровоцирует дополнительные кавитационные процессы. Это приведет к резкому расширению магмы во все стороны в 10 раз. То есть магмы станет в 10 раз больше. Это буквально разорвет планету изнутри. Магма от такого удара будет вести себя, как газообразное вещество. Все вулканы, трещины, разломы, все границы литосферных плит разорвутся и извергнутся одновременно. Землю зальет лавовыми потоками, так же, как это произошло на Марсе. Естественно, вследствие удара внутреннее ядро отскочит, и движение внешне в ядра остановится. Но нам, людям, это уже ничем не будет угрожать. Так как вследствие этих событий мы, как человечество, уже полностью перестанем существовать. И если Библия, говоря о звере, выходящем из-под земли, подразумевает то, что сатана сядет в головы тех людей, которые не с Богом, и будет управлять ими. Но Коран, говоря о неком животном под именем Дабба, который выйдет из недр земли, и это будет являться последним знамением судного часа, говорит ровно о следующем. Данная математическая модель говорит о том, что если процесс разрушения будет протекать достаточно медленно, и не будет никаких провоцирующих факторов на ускорение, то всё, о чём мы говорим, произойдёт в октябре 2036 года. И это при условии, что ранее не произойдёт никаких провоцирующих факторов. А это может быть падение метеорита, взрыв ядерной бомбы, усиление колебаний того же ядра, или взрыв супервулкана. Ну и как вы понимаете, что под все вышеперечисленные пункты мы легко подходим, поэтому у нас нет 14 лет. Господь Иисус Христос просил передать, что дата отсчёта начинается с 2023 года. У человечества есть 7 лет. Благодаря всему тому, о чём говорит наука, как вы понимаете, через 7 лет здесь жизнь не будет возможна в принципе. Даже если северный или южный царь не начнут обмениваться атомными бомбами. То есть, через 7 лет и начинаются эти самые чаши гнева Божьего, которые предназначены для всех тех, кто так и не пришёл к Господу Богу, кто так и не вышел ни из Содома, ни из Египта. И всё это заканчивается финальным аккордом, переплавкой планеты Земля. И возвращение ей первоначального вида, рая. Но вы можете представить себе, что сейчас начнётся по всей Земле, так как это научное видео в интернете. Его может видеть любой человек, живущий на этой Земле и имеющий интернет. Через 2-3 года начинается ровно следующее. В скором времени какой-то неизвестный мировой кризис погрузит всю планету в самые ужасные события, которые когда-либо видела Земля. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне. И не будет. По одну сторону будут люди, получившие печать Бога, по другую получившие начертание зверя. Неправедный пусть ещё делает неправду. Нечистый пусть ещё спернится. Праведный дотворит правду ещё и святый досвещается ещё. И здесь мы как раз возвращаемся в урок начертания зверя, потому что те люди, которых Библия обозначает как неправедный. Неправедный дотворит правду ещё и святый досвещается ещё. Всё, что они будут делать в те дни, это молиться и обращаться к Господу Богу, а все остальные неправедный пусть ещё делает неправду. Нечистый пусть ещё спернится. Ой, о ком же у нас речь здесь идёт? Давайте-ка подумаем. Но чтобы вы не зависли в ваших предположениях, я вам напомню, что об этих людях уже давно вышел урок под названием Иуда. Ещё весной я сказал о том, что наступает время Великой Скорби в 2023 году, и оно наступит. И через два года после этого будут появляться вот эти люди под названием Иуды, что в Коране обозначаются как Яджуджи Маджудж, то есть Гок и Магок. Говорить нашим современным языком, языком 21 века, это быдло, наркоманы, алкоголики, убийцы, неудачники, извращенцы, сатанисты. Через два года во всём мире будет Великая Война. Я прописан в Аду. У меня есть паспорт. Я служитель дьявола. Я даже получал корону. Мои чакры активированы. Все чакры активированы. Начиная с ног до вершины я активирован. Мы те, кто спасём этот мир. С разрешения Господина Шайтана мы разрушим весь суверенитет. Мы установим золотой возраст. Вы, конечно, сейчас не верите. Это вполне нормально. Но мы установим. Два года. Великое сражение. Небеса нас слышат. Люди, которые, в принципе, не знают, что такое Бог, но думают, что они с ним, потому что они повесили крестик на свою грудь. То есть, другими словами, головами этих людей будут управлять маги, колдуны, шаманы, ведьмы высших рангов. То есть, те, которые говорят с дьяволом лицом к лицу. По какой причине это будет так? Я подробно разжевываю и показываю в уроке крестное знамение. Именно по этой причине сатана всю жизнь из поклон веков мастрячил этих лжехристов в виде православных и католических храмов, которые он увешал этими лжепророками в виде Матрон, Елен Вайт и прочими, прочими, прочими статуэтками и всякими другими языческими штуками. В то время у нас наступит то же самое, что и девяностые. Только умножайте на сто, потому что здесь будет магия. И в эти дни быдло будет делиться на две части, на две категории людей. Те, которые приняли начертание зверя и те, которые все-таки додумаются, что Бог есть и вечная жизнь существует. Покаятся и придут к Господу Богу. И не будут делать того, что им настойчиво будет говорить, сделать сатана, сидя в их головах. А все остальные проведут свою вечность в аду, в вечных муках, до самого судного часа, о котором я говорил чуть выше, в виде вулканов, землетрясений и переплавки планеты Земля. Но нам, верующим, те, которые делают правду и во имя Иисуса Христа, нам всем придется бежать этот семилетний марафон. Так как и Коран, и Библия говорят о том, что Господь будет нас испытывать. Это и будет являться нашим крещением Духом Святым. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. После чего наступает долгожданный момент для всех святых, для всех верующих людей, которые ждали Иисуса Христа и веровали в Него. Но в полночь раздался крик «Вот, жених идет!» В самый мрачный час столь долгожданная надежда многих веков станет реальностью. Послышится повелительный Божий глаз, говорящий «Свершилось!» Громозвучный глаз потрес небеса. Затем произойдет очень разрушительное землетрясение, которое возвестит о приближении огромной небесной армады. Дети Божьи, недавно такие изможденные и бессильные, будут стоять обрамленные радугой и сиять пред своими притеснителями. Их лица будут светиться от того, что они будут знать, что их Искупитель и его многочисленное воинство ангелов приближается, чтобы забрать их домой. Все грядет с облаками и узрит его всякое око и те, которые пронзили его и возрыдают пред Ним все племена земные. Это событие не будет тайным похищением, о чем вы, возможно, слышали. Всякий человек на планете Земля станет свидетелем этого удивительного события, а большинство людей будут устрашены им. Нечестивые отчаянно побегут в скалы и пещеры, тщетно пытаясь спрятаться от приближающегося святого правителя. И как и обещал Иисус, злодеи, принимавшие участие в суде над Ним и в Его распятии, восстали из мертвых, чтобы узреть Христа, грядущего на облаках во славе. Потому Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Во всему небу будет слышен громкий трубный звук и сильный глаз Спасителя. Он призывает спящих святых всех возрастов, говоря, «Пробудитесь! Пробудитесь! Пробудитесь все, почившие во прахе!» По всему лицу земли множество святых восстанет из своих пыльных могил. Они будут обличены в молодые, прославленные и бессмертные тела, без следа болезней или недостатков. Затем и те, кто пережил время скорби, изменятся во мгновение ока. Им будут дарованы новые бессмертные тела, а испуганные нечестивцы будут в муке взирать на это ошеломляющее зрелище. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. В то время, как весь мир сотрясется, искупленные вознесутся над разрушениями, они взлетят навстречу со своим Спасителем в окружении множества ангелов. Скорбь, грех и страдания навсегда оставят их. Покров, отделяющий их от Господа, будет навсегда снят, и они лицом к лицу увидят Бога и небесных ангелов. Но, как вы понимаете, до этого момента нам нужно каким-то образом дожить, и нам через многое придется пройти, и многое пережить. Но, по крайней мере, нас, верующих людей, не коснутся чаши гнева, переплавка, потому что мы не входим в те категории людей, на которых сегодня, собственно, сфокусирован весь урок Содом и Египет. То есть, эти люди блуда, да, и разврата, что есть Содом, и маги-чародеи, что есть Египет, это то, о чем я говорю в уроке еще раз, да, Моисей, посмотрите его, чтобы понять, о чем я говорю, да, и Содом Гамора, что, ну, все знают, что такое Содом Гамора, да. И также урок продолжайте путь тоже обязательно посмотрите, так как это вторая серия урока Моисея, где я детально и подробно рассказываю, что будет происходить во время Великой Скорби до второго пришествия Иисуса Христа. Вот эти народы, вот эти вот люди, если они убили этих пророков, означает ровно то, что они отвергли и так и не поняли, не услышали и не приняли, собственно, Иисуса Христа. Вот это и есть, обозначается таким образом город, Содом и Египет. Где Иисус, Господь наш, был распят. Я надеюсь, я до вас донес эту мысль сейчас. Вот, если что-то непонятное, я с удовольствием прочитаю ваши комментарии. Подписывайтесь на канал, популярная фраза, у всех, я что-то подумал, никогда об этом не говорю. Мир и милостей и богословений вам всем. До новых встреч, пока.